Аллилуйя, наши любимые дорогие! Приветствуем здесь, на этом месте, в доме нашего Отца, нашего Бога, Господь! Мы приветствуем Тебя, Господь, всем своим гривящим сердцем! Мы хотим поздать Тебе славу, Господь! Мы благодарим Господа, что Ты посещаешь Тебя, Господь, душа, жда, слышит, видит Тебя, Господь! Ты призывай имя Твое, кем ты сказал, Тебе Твой, ли Твой, заберу Это Твоимя Твое, Господь! Мы благодарим Господа, что ты нас, наша жаждащее сердце, желание, Господь! Почувствуй Тебя, Господь, силу Твоего Духа, Господь! Обновление, все славы, любви Твоей, Господь! Мы хотим прославить Тебя, Господь! Так, чтобы душа, Господь, ликовала Твоя, Господь! Так, чтобы сердце Твою радовалось, Господь! Ибо здесь собираются и обещают Тебя, Господь. Ты есть Господь в нашем мире. Ты, Господь, есть наша благодать. И мы хотим, Господь, всем сердцем, Господь, всем сердцем, хвастать Тебе славу, Господь, ибо Ты достоин, Господь, всей чести, славы, хвалы, Господь, от Своих детей. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Радость моя, о мой Господь, люблю я Тебя. Ты мой бит, мой покой, Я этот свет зажжён и тобой. Счастье моё, Радость моя, О, мой Господь, Люблю я Тебя. Иисус, невозможно не славить Тебя, Когда Ты собой наполняешь меня, Когда я вспоминаю все дела Твои, Все милости Твои, чудеса Твои. Иисус, невозможно не славить Тебя, Когда Ты собой наполняешь меня, Когда я вспоминаю все дела Твои, Все милости Твои, чудеса Твои. Славлю, славлю, славлю Тебя, День ото дня, День ото дня, Ночью и днём ищу Тебя, мой Бог, Ищу и славлю, славлю, славлю Тебя, День ото дня, Ночью и днём ищу Тебя, мой Бог, Ищу и славлю, славлю, славлю Тебя, День ото дня, Ночью и днём ищу Тебя, мой Бог, Ищу и славлю, славлю, славлю Тебя, День ото дня, День от дня, ночью и днём Ищу Тебя, мой Бог. Иисус, невозможно не славить Тебя, Когда Ты собой наполняешь меня, Когда вспоминаешь все дела Твои, Все милости Твои и чудеса Твои. Иисус, невозможно не славить Тебя, Когда Ты собой наполняешь меня, Когда вспоминаешь все дела Твои, Все милости Твои и чудеса Твои. Славлю, славлю, славлю Тебя, День от дня, День от дня, И ночью и днём Ищу Тебя, мой Бог. Ищу и славлю, 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 славлю Тебя, День от дня, День от дня, ночью и днём Ищу Тебя, мой Бог. Ищу и славлю, 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 славлю Тебя, День от дня, День от дня, ночью и днём Ищу Тебя, мой Бог. Ищу и славлю, славлю, славлю Тебя, День от дня, День от дня, День от дня, ночью и днём Ищу Тебя, мой Бог. Иисус, невозможно не славить Тебя, Когда Ты с тобой наполняешь меня, Когда я вспоминаю все дела Твои, Все милости Твои и чудеса Твои. Иисус, невозможно не славить Тебя, Когда Ты с тобой наполняешь меня, Когда я вспоминаю все дела Твои, Все милости Твои и чудеса Твои. Иисус, невозможно не славить Тебя, День от дня, День от дня, День от дня, ночью и днём Ищу Тебя, мой Бог. Иисус, невозможно не славить Тебя, День от дня, День от дня, ночью и днём Ищу Тебя, мой Бог. Иисус, невозможно не славить Тебя, День от дня, День от дня, ночью и днём Ищу Тебя, мой Бог. Иисус, невозможно не славить Тебя, День от дня, День от дня, ночью и днём Ищу Тебя, мой Бог. Иисус, невозможно не славить Тебя, День от дня, ночью и днём Ищу 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 Тебя, Спаси Ищу тебя мой look Ищу и славлю, 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 славный lays Спаси Ищу тебя, мой Бог, ищу тебя, славлю тебя. Ищу тебя, мой Бог, ищу тебя, мой Бог, ищу тебя, славлю тебя. Ищу тебя, мой Бог, ищу тебя, мой Бог, ищу тебя, славлю тебя. Ночью и днём, ищу Тебя, Мой Бог, ищу Тебя и славлю. Ночью и днём, ищу Тебя, Мой Бог, ищу Тебя и славлю. Ночью и днём, ищу Тебя, Мой Бог. Ночью и днём, ищу Тебя, Мой Бог, ищу Тебя, Мой Бог. Ночью и днём, ищу Тебя, Мой Бог, ищу Тебя, Мой Бог, ищу Тебя, Мой Бог. Слаби, всею любовью Своей, Господи, и покрываешь нас благодати Своей. Славим Тебя, Господи, славим. Радуйтесь, потому что Дух Святой с нами. Радуйтесь. Никогда не бойтесь. Никогда не надейтесь ни на кого, кроме Господа. Возрадуйся народ, ибо мы спасённые дочери Его. Аминь. Радуйся, Господь, тому, что мы с тобой, Господь! Слава тебе! Радуйтесь всегда, радуйтесь, И еще раз говорю вам, радуйтесь, Радость она завершенная, Бога в небе зановенная. Радуйтесь всегда, радуйтесь, И еще раз говорю вам, радуйтесь, Но радость она завершенная, Бога в небе зановенная. Сила радости, мой Бог живой, Сила радости, мой Бог со мной, Понял я в этом мире, зачем нужно жить, Чтобы счастье другим подарить. Сила радости, сила радости, Мой Бог живой, он живой, Сила радости, мой Бог со мной, Понял я в этом мире, зачем нужно жить, Чтобы счастье другим подарить. Завершай свою поприще с радостью, И слушай перед Господом святой, Сила радостью, сила радостью, Радость земли, это церковь твоя, В ней пребывает радость вечная, Завершай свое поприще с радостью, И слушай перед Господом святой, Сила радостью, сила радостью, И слушай перед Господом святой, Сила радостью, мой Бог со мной, Понял я в этом мире, зачем нужно жить, Чтобы счастье другим подарить. Сила радости, сила радости, Сила радости, мой Бог живой, Сила радости, мой Бог со мной, Понял я в этом мире, зачем нужно жить, Чтобы счастье другим подарить. Сила радости, мой Бог живой, Сила радости, мой Бог со мной, Понял я в этом мире, зачем нужно жить, Чтобы счастье другим подарить. Радуйтесь, всегда радуйтесь И еще раз говорю вам, радуйтесь Радость она завершенная Бога в небе вдохновенная Радуйтесь, всегда радуйтесь И еще раз говорю вам, радуйтесь Радость она завершенная Бога в небе вдохновенная Сила радости, мой Бог живой Сила радости, мой Бог со мной Понял, я в этом мире зачем нужно жить Чтобы счастье другим подарили Сила радости, мой Бог живой, ты живой Сила радости, мой Бог со мной Успех такой Я в этом мире зачем нужно жить Чтобы счастье другим подарить Сила радости, мой Бог живой Сила радости, мой Бог со мной Понял я в этом мире, зачем нужно жить Чтобы счастье другим подарить Сила радости, мой Бог живой Сила радости, мой Бог со мной Понял я в этом мире, зачем нужно жить Чтобы счастье другим подарить Одинной народ, вас не радуйтесь Это Бог, когда нам дар Дар такой радоваться, любить Любить друг друга, любить отца своего И являть его, как он чист Пред ногам моим буду ликовать Пред ногам моим буду танцевать Пред Богом моим буду танцевать Пред Богом моим буду ликовать Пред Богом моим буду танцевать 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 Понял я в этом мире, зачем нужно жить, чтобы счастья другим подарить. Сила радости, мой Бог, живой! Понял я в этом мире, зачем нужно жить, чтобы счастья другим подарить. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Слава тебе, Господь, слава тебе, любящий Отец, любимый нам Господь Мы поклоняемся тебе, Господь, мы поклоняемся тому, Господь, имени, которое ты нам дал, Господь Как скалу, на которой мы стоим, Господь, ты даровал нам веру, Господь, в то, что мы еще не видим, Господь Но мы знаем, что есть Царствие Твое, Господь, и мы радуемся, что ты нам даешь возможность, Господь Ты даровал нам, Господь, полюбись своей, Господь Ты даровал нам то, что драгоценно для Тебя В свой жизнь вечную для каждой своей жизни И мы рады, Господи, что как что бы ни случилось в нашей жизни Мы можем упомянуть только для Тебя, Господь И это то упование, которое никогда не придаст меня В Тебе рукою снял Ты слышишь голос мой Когда снял тени В Тебе я прибегаю В Тебе укрой у сня Ты слышишь голос мой Когда снял тени В Тебе я прибегаю Буховая на тебя Буховая на тебя Славы скажет я Силен, Господи Силен, Господи Моем, уповая на тебя Силен, Господи Тебя славы скажет я Ты мой покров Ах, рада и покой Силен, Господи О свобождении Ах, рада и покой Силен, Господи Силен, Господи Силен, Господи Силен, Господи Я силен Я силен Буду верить я Буду верить я Буду верить в себя Буду верить в себя Буду верить я Я силен Я силен Буду верить в себя Буду верить в себя Силен, Господи Силен, Господи Я силен, Господи Я силен, Господи Я силен, Господи Мы ждем тебя, Иисус Открыть свои сердца, приди и покроть всех нас, любовью остань. Господь, мы ждем тебя, открыв свои сердца, приди и покроть всех нас, любовью остань. Уповая на тебя, уповая на тебя, славы скачет я, силен в Господе моем. Уповая на тебя, уповая на тебя, славы скачет я. Я силен в Господе моем. Уповая на тебя, уповая на тебя, славы скачет я. И я силен в Господе моем. Уповая на тебя, славы скачет я. Я силен в Господе моем. Уповая на тебя, славы скачет я. Я силен в Господе моем. Что случилось, Господь? Мы знаем, что ты наша охрана и защита. Ты, Господь, камень, который дан нам Господь. Чтобы устраивать наш дом, устраивать нашу жизнь, Господь. Так как ты нам заповедовал, Господь. И мы уповая только на имя Твое, Господь. Только, Господь, на тебя, как на своего Бога, Господь. У нас нет русских богов, и мы не поклоняемся Идам, Господь. Ибо ты есть живой Бог. Ты есть чудесный Бог. Ты есть Бог, который одаровал нам жизнь. И мы готовы благодарить Тебя, Господь. Воздавая славу, Господь, из сердца нашей, Господь. Мы благодарим, что мы имеем, Господь, такое счастье. Такое чудесное освобождение, Господь. Через Господь Сына Твоего. Через кровь пролитую, Господь. За каждую из нас, Господь. Мы благодарим, Господь, и слава Тебя. Аллилуйя. 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 Ишь, голос мой, когда спят тени к тебе, я прибегаю. Ты меня укроешь, я, ты слышишь, когда сняла тени к тебе, я прибегаю. Упавая на землю, упавая на тебя, тебя славы скажет я. Силен, Господи, мое упавая на тебя, упавая на тебя. Тебя славы скажет я, силен, Господи, мое. О-о-о-о, я силен к тебе, Иисус, о-о-о, я силен к тебе, мой Бог. Силен, Господи, мое упавая на тебя. Силен, Господи, мое упавая на тебя. Аллилуйя, Аллилуйя, и Бог Бог. Поклоняемся тебе, наш Бог, наш славы, наш Иисус. Поклоняемся тебе, наш Иисус. Поклоняемся тебе, наш Иисус. Ты достойный, достойный север Господь. Всех наших, Господь, Бог благословений. Всех наших возвращений, Господь. Ты достойный, ты достойный бык из совершений, Господь. Святый и любящий, любящий наш отец. Любящий Господь. Поклоняемся тебе, создаемся тебя с муцлом. Восхищаемся именем Своим Господом Благодарим за благодать, в которой мы живем в Москве Благодарим за Духа Святого, который Ты нам даровал Господь, это земля, поможь Боги наши Господи, спасибо Тебе чудесны наши Великолепный Бог Создатель всего того, что есть на этой земле Наши Господи Благодарим Своей, Любовь тебя Господь, восхищаемся Господь тобой Восхищаемся терпением Твоим Господом И благодатью Твоих предоточных, Господь На каждый день восстанавливает нас, Господь Давая надежду, Господь Напоминая, Господь, свои обетования через Бога Святого, Господь Ты всегда протягиваешь ноги, Господь, тем, кто споткнулся Ты всегда, Господь, ярко Когда мы вздеваем в себе, Господь, ты отвечаешь на каждую нашу молитву Ты преклоняешь Богу, Господь, сердце, которое жаждет Господь ищет тебя Ибо, Господь, мы жажды, Господь, жажды в нас сердце Твоим, Господь Мы хотим, Господь, найти лица твоего, Господь Мы хотим, Господь, чтобы восстановилась, Господь Той Евангелие, которая проповедовалась, Господь За этой земле, Господь, и только каждый человек, Господь Духом Святым, Господь, шел и говорил о тебе, Господь Чтобы все церквы, Господь, которые были, Господь, они восстановились, Господь По дому своей, Господь Чтобы говорили о тебе, Господь, и не стеснялись, Господь Кто бы, Господь, как ни смотрел, Господь Мы молились, Господь, за имя, Господь, спасение За человеческое, Господь, за каждую душу, Господь, которую ты привозишь, Господь. Мы славим тебя, Господь, и благодарим, что ты меняешь нас, меняешь по образу и по гордости своего, Господь, восстанавливая. Мы славим тебя, Господь, славим тебя, Господь. Халлилуйя! Нас дайте славу. Халлилуйя! И весь народ скажет Аминь! Благодарим всех, кто сегодня пришел. На сегодня замечательный день. Суббота, по-еврейски это Шаббат. И мы рады, что мы можем провести его здесь, в Доме Божьем, в Церкви нашей. И мы собрались здесь не случайно. У нас сегодня прекрасный день, когда приехала к нам прекрасная пастырь Ирина, которая привезла нам сверва от Господа. Здоровая ей, для женщин, непосредственно для нас. И мы ее приглашаем. Давайте подпишем. На полметра. Куда вам? Если можно. Подпишем. Она, наверное, тяжелая, да? Нет. Сюда сесть. А, сюда? Сейчас, подожди. Паста. Кто-нибудь? Паста. Вы же пришел, с удовольствием. Жори. Мы еще это. Надо поближе быть к вам. Сюда же я уже сама буду. Видите? Спасибо. Здравствуйте, дорогие сестры. Алладу и рада видеть вас сегодня. Жаждущие. Бегите все к водам. Аминь. Аминь. Вы знаете, я буду делиться с вами тем, что принесло, что Бог открыл для меня. Я не хочу делиться тем, что я где-то у кого-то, может быть, услышала. Я буду с вами делиться тем, что я применяю в своей жизни. То, что Бог открыл для меня. Я верю, что это может быть благословением для вас. Аминь. Аминь. Будем с вами разбирать изначально план Бога для женщин. Я хочу спросить, кто здесь никогда не был замужем. Есть такие? Были все замужем. Кто-то еще замужем. Кто-то замужем. Потому что я хочу смотреть, как мне построить свое послание вам. Я извиняюсь, а считается, что жить не в браке, это замужем? Нет, но это грех. Ну да, я понимаю, но вот у меня есть ребенок, и я жила, проживала с мужчиной, но не в браке. Ну это было до того, как вы сюда пришли. То есть вы уже имели... Вы не та женщина, которая не имела отношений с мужчиной. Ну да, не подняла. Не та, которая... Вы это имеете в виду. Да, я именно это имела в виду, потому что я хочу построить свое учение, исходя из этого, какие нам нужны. Потому что для тех, кто уже был замужем, и кто планирует выйти замуж, и кто сейчас замужем, одни пункты. Для тех, кто никогда не был замужем, другие пункты. Аминь. Аминь. Давайте помолимся, призовем имя Господа на это место. Господь, мы благодарим Тебя за эту возможность. Спасибо Тебе за то, что Ты собираешь нас здесь сегодня. За то, что Ты, Господь, даешь нам свое слово. За то, что Ты учишь нас. Боже, я молюсь, чтобы Ты взял мои уста, чтобы Ты говорил то, что Ты хочешь говорить в наши сердца во имя Иисуса Христа. Дай нам возможность принимать, Господь, открывая каждой сестре то, что Ты хочешь открыть во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя и славим Дух Святой. Будь на этом месте. Во имя Иисуса Христа. И все вместе это скажем. Аминь. Вы знаете, так как тема «Изначальный план Бога» на жизнь женщины, обычно, когда я касаюсь любого вопроса изначально, то я иду в бытие. Потому что бытие — это книга, которая говорит нам, как же вначале все было сотворено, как Бог сотворил. И там очень много мы можем найти о себе, как о женщинах. И я хочу спросить, слышали ли Вы когда-нибудь такое выражение, что женщина, она восполняет недостатки мужчины. Вы можете записать, что я с этим не согласна? Я тоже не слышала такое. Это ошибочное мнение. Мы не созданы, чтобы восполнять чьи-то недостатки. И мы сейчас будем с Вами об этом говорить. Если у Вас еще такое понимание было, я верю, что Бог будет Вам тоже открывать. Мы не созданы для того, чтобы восполнить чьи-то недостатки. Аминь. Следующее. Слышали ли Вы такое, что женщина является слабым полом? Да. Но мы совсем не слабым. Женщина – слабый пол, мужчина – сильный пол. Слышали ли Вы? Это такое понимание мира, да? Что женщина – это слабый пол, а мужчина – это сильный пол. Но когда Бог творил человека, мужчину и женщину, нигде не написано, что мужчина был сильным, а женщина была слабой. Да, в отношении семьи Бог сказал, что относись к жене своей, как к немощнейшему сосуду. Но это не было сказано к нам. Это было сказано к мужчинам. То есть они должны нас так воспринимать, как мужья. Но из-за того, что очень много извращений и искажений в этом мире, мы попадаем под какие-то штампы, под какие-то ярлыки. И это очень часто мешает нам в нашей жизни. Поэтому я хочу сказать, что я не согласна, что мы созданы для того, чтобы восполнять недостатки мужчины. И при этом я не хочу унизить их достоинства. Вы увидите, как Бог нас создал. И я не соглашусь с тем, что мы, как женщины, созданы быть слабым полом. Потому что это часто мешает женщине занять то положение, которое она должна занять, которое Бог для нее определил. Во-первых, я хочу, чтобы мы с вами открыли Бытие 1 глава, 27 стих. Когда Бог творил человека. Бытие 1 глава, 27 стих написано. «И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их». Сказано ли здесь, что он сотворил только мужчину по своему образу и по своему подобию? Нет. Написано «сотворил и мужчину, и женщину по своему образу и подобию». Это местописание уже говорит, что здесь не сказано, что мужчина сильный, а женщина слабая. Бог не разделяет себя. Бог, Он есть Бог. Его подобие и образ, оно одинаково как для мужчины, так и для женщины. Понимаете? Поэтому уже исходя из этого Писания, Бог показывает, что как Личности мы равны. Да, мы разные по внешнему виду, мы разные по душевному виду, но как Личности Бог нас сотворил одинаковыми по образу своему и по своему подобию. Каждая из нас — это отражение Бога. Каждая женщина — это отражение Бога. А Бог — это не слабый пол. Поэтому всегда, когда вас пытаются унизить и сказать, что ты слабое существо здесь, вспомните, что вы созданы по образу и подобию Божьему. И когда Он творил вас, Он не подразумевал, что вы слабые. Он не слабый, Он сильный. И тот сильный Бог, Он сегодня живет в нас. Аминь. То есть женщина — это носитель чьего образа? Божьего. Божьего образа и подобия. Аминь. Это и мужчина, и женщина, они были носителями славы Божьей. Не только мужчина, не только женщина. Оба. Они оба называются человек. Аминь. Мир так устроен, что пришли вот эти разграничения, что если ты женщина, то ты слабый пол. И вы знаете, я работаю над тем в своей жизни, чтобы никогда не дать место дьяволу. Потому что когда мы попадаем в тяжелые ситуации, вот это вот что-то и слабый пол, где нам нужно выстоять, оно нам очень часто мешает. Когда мы начинаем себя жалеть, да? Мы начинаем думать, ну я же слабая, ну я же слабее. Кто-то сталкивался с тем, когда вы начинаете о себе думать, сравнивая, допустим, с мужчиной или с кем-то, что я слабая. Но вы знаете, всегда нужно помнить, что мы не слабые. Потому что если мы говорим, что я слабая в этот момент, то мы отрицаем существование Бога в нашей жизни. Аминь. И мы уже тогда не идем к Нему, а мы ищем силу, которую Он нам дает. В мужчине, в муже. Аминь. Поэтому помните, что мы есть носитель образа Божьего и Его славы. И вы знаете, первая глава «Бытие», она говорит о том, что Бог творил в духовном мире. То есть все, что Бог говорил и сказал, это не было создано еще в физическом мире. Потому что Бог творит все словом. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И вначале земля была безвидной и пуста, и Дух Святой носился над этой безвидной землей. Он ждал, что Бог начнет говорить для того, чтобы ему начать творить это. Рисовать картину. То есть фактически первая глава – это Бог рисовал картину того, что Он хотел сотворить в физическом мире. Аминь. И давайте мы посмотрим, когда Он оценил человека. Что Он сказал? Это хорошо. Это весьма хорошо. До этого было хорошо. То есть смотрите, какой Бог интересный. Он нас тогда еще не был физически, не видел. Он сотворил нас духовно. На картине, да? Но уже тогда Он сказал свое слово. Потому что без слова ничего не действует. Он произнес свое слово. Это весьма хорошо. Согласитесь, что тяжело дать оценку, когда ты не видишь чего-то. Когда у тебя всего лишь представление дома или чего-то у тебя вот здесь. Тебе тяжело дать оценку. Но Бог сказал, что это хорошо. И Он сказал это в духовный мир. Почему? Для того, чтобы слово, которое Он сказал, начало производить действия в духовном мире. То есть всякий раз, когда вы думаете о себе, что вы ошибка, что Бог ошибся, вернитесь к этому месту Писания, где сказано, что весьма хорошо Он создал и мужчинам, и женщинам. Не позволяйте лукавому просто вас увести от правильного понимания. Бог уже тогда дал нам оценку. И женщина в глазах Бога, она создана хорошо. И это хорошо не просто внешне, а хорошо во всех сферах ее жизни. Хорошо. Аминь. И мы должны это принять и понять, что это есть Божий план на нашу жизнь. Что Он создал нас красивыми. Он создал нас хорошими. Каждая из нас тогда была в Его плане. Он уже тогда каждую из нас видел. И Он каждой отдал оценку, что Марина сотворена хорошо, Люда сотворена хорошо. Каждый сотворен хорошо. Но есть сегодня тот, который постоянно пытается нас увести от этого. Постоянно пытается нам сказать, что нехорошо. Аминь. И кто это? Дьявол. Это дьявол. Аминь. То есть Бог нас оценил. И Он сотворил нас хорошо. И мужчину, и женщину. Аминь. И Бог у нас очень мудрый Бог. Когда я читаю первую, вторую главу Бытие, я восхищаюсь, насколько Он всё продумал до мелочей. То есть смотрите. В первой главе Он сказал, дал повеление людям, да? Идите, наполняйте землю. Размножайте, сделайте то, что... Но после того, как Он это сказал, куда Он их поместил? В Адемский сад. Сразу на землю? Хотя повеление было дано для чего? Что делать? На землю. А вы задумывались, что тогда представляла собой земля? Что ж безвидная была земля? Подождите, он может быть. Оно было так красиво, но в краю. Нет, нет, нет. Нет. То есть первым... Вот я хочу, чтобы вы сейчас поняли, насколько наш Бог — великий Бог. Он на кусочек посадил. Помните грехопадение дьявола? Как он упал? На землю. Куда Бог его не сверг? На землю. Что он дал ему? Почему он его не сверг? Что это было для него? Наказание. Если это было все так красиво, он бы там себе ходил на этой земле, наслаждался, но для него это что было? Наказание. Почему? Потому что он вас гордился. Нет, вы задумывались, почему существование дьявола на земле было наказанием? Нет, потому что это другое измерение. Потому что было плохо на земле. Нет. Это было еще до сотворения человек. Невозможно, жизнь была на земле. Ничего на земле не было, пока Бог не сотворил человека. Если вы во второй главе читаете, то там написано, что вот так было сотворение мира. Было все сотворено, но ничего не росло. Ну, пар над землей поднимался и опускался. Но все, что было сотворено в первой главе, ничего не было на земле. Почему? Потому что... Так, давайте, сестры, открываем Бытие, вторая глава. Это очень такое местописание, которое я просто... Аллилуйя! Первый стих, вторая глава Бытия. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Это говорится о том, что происходило в первой главе. «И совершил Бог к седьмому дню все дела свои, которые Он делал, и почил в седьмой день от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, освятил его, ибо Он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь создал небо и землю. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле. И всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь не посылал дождя на землю». Почему не посылал? Потому что не было кого? «Человека для возделывания земли». То есть фактически, вот до вот этого момента, когда Бог физически сотворил человека, физическими глазами земля была та же безвидна и пуста. То есть вот ту всю красоту, которую Он создал, и написано, что Он почил. То есть это был труд для Него, чтобы в духовном мире увидеть это все, оценить. Это был для Него труд. Но, смотрите, физически этого ничего не было. Она оставалась такой же безводной и пустой. Она оставалась такой же неприметной. Она оставалась такой же… Хотя на ней все было. И представьте, какие муки были у дьявола. Когда он видел все, всю красоту, которую Бог имел в своем разуме, и он понимал, что он не может к этому прикоснуться. Потому что, чтобы это все… Он был на безвидной земле. Это было его ссылкой о наказании. Быть там, где он ничего не может сделать. Представьте, он находится на безвидной пустынной земле. Поэтому это было наказание. Почему? Потому что Бог ждал человека. Аминь. Понимаете? Не понимаете? Ничего не было. И дьявол в это время злился. Потому что он знал, что Бог сотворил уже человека в своем разуме. И он сотворил все хорошо. И дьявол ничего с этим не мог сделать. Хотя он сказал, что я выше тебя. И оказывается, на земле, которую Бог уже сотворил, которую он уже все вложил, и он не может к этому прикоснуться. Вы что думаете? Его это оставило в покое? Это его еще больше раздражало. Это его еще больше выводило из себя. Но Бог не остановился на том, что дьявол находился в это время на земле. Он понимал, что если он создаст человека, we got in trouble. Потому что, зная сущность дьявола, он понимал, что он попытается остановить Божий план на нашу жизнь. Но Бог уже сказал свое слово, что я создал это весьма хорошо. И написано, что у Бога ни одно слово не бывает тщетным. И поэтому должен был произойти этот момент, когда Бог физически сотворил мужчину и женщину. Аминь. Для того, чтобы что делать? Принести вот ту красоту, которую Бог создал на землю. Земля была безвидна и пуста. И Бог мудрый Бог. Он не послал нас возделывать пустую землю. Вот так просто нас создал, родил, а теперь идите. И что бы произошло с человеком? Ну, встал я перед этой землей, и что мне с ней делать, да? Куда мне? Что мне? Где? Как мне ее возделывать? Бог поместил нас куда? В рай. В Эдемский сад. Который был маленький кусочек того, что должны были мы воспроизвести на земле. Что это показывает для нас? Что чего Бог от нас хотел? И что в сущности Бога для нас, женщин? Почему Он поместил нас в Эдемский сад? Чтобы мы увидели эту красоту. Чтобы мы увидели эту красоту. И чтобы через общение с Ним... Мы создали ее на всей земле. Да. Продолжили. Мы научились это воссоздавать. То есть прежде всего Бог для чего нас создал? Для общения с Ним. С собой. Поэтому Он поместил нас вместо своего присутствия. И мужчину, и женщину. Он поместил вместо своего присутствия не только мужчину. Он поместил вместо своего присутствия и женщину. Аминь. И мы оба ходили там, в этом Эдемском саду. Мы наслаждались Его присутствием. Аминь. Но это не было просто так для наслаждения. То есть Бог сотворил нас для общения с собой. Аминь. Аминь. Бог дал нам план. Бог дал женщине план. Дал мужчине план. Но Он не бросил нас на эту безвидную землю. Он поместил нас в то место, где мы должны были что сделать? Сращиваться. Научиться. Всегда, когда перед нами есть задание, которое для нас кажется недостижимым, мы по правильным вещам, мы что должны искать? Мы должны искать знание. Как мне это осуществить? Как мне этого добиться? Аминь. То есть Бог сотворил человека, дал ему задание, поместил в свой сад, где человек должен был через общение с ним научиться, как же мне возделывать этот сад, как же мне принести эту красоту на землю. Аминь. То есть прежде всего Он создал женщину для общения с собой. Поэтому каждый из нас, мы должны искать Бога, для того, чтобы исполнить то предназначение, которое Он нам дал. Нам. Аминь. Мне, как женщине. Не только мужчине, но мне. Потому что в первой главе Он дал это повеление и мужчинам, и женщинам. Он дал человеку это повеление. Но, к сожалению, приходя в этот физический мир, мы очень часто думаем, что мужчина должен быть главой семьи, мужчина должен искать Бога, мужчина должен молиться, мужчина должен поститься. А я тут буду ему помогать. Просто подумал. Но Бог, прежде всего, нас создал для себя, для общения с собой. Он хочет, чтобы в этот момент, когда нам нужно искать, не всплывала наша жена, которая спихивает всё на мужа. Это то же самое, если вы не замужем. Если вы ищете мужчину, который устроит вашу жизнь, вы ошибаетесь. Бог не для этого вас привёл на эту землю и создал. Аминь. Если мы ищем мужчину, то мы, значит, не ищем Бога в этот момент. Потому что, прежде всего, Бог сотворил нас для себя. Он сотворил нас по своему образу и подобию. Он хочет, чтобы мы постоянно искали Его. В любых своих ситуациях, которыми мы сталкиваемся, я как Личность. Аминь. Мы должны понимать, что перед Богом и вхождении с Богом я не жена, я не мать, я не сестра. Я человек, я Личность, у которого есть ответственность перед Ним. А первая ответственность — это искать Его лицо. Бог сотворил нас для общения с собой. И Бог будет создавать ситуации, если Он будет видеть, что мы уже где-то от Него уходим. Если мы начинаем уже искать не Его, а искать понимание у человека, Он будет создавать так, чтобы эти ситуации ухудшались. Только с одной целью, чтобы вернуть нас к себе. Чтобы мы опять начали... Он не хочет... Значит, Бог ревнитель. Он не хочет делить нас с мужьями. Он не хочет делить нас с братьями. Он не хочет делить нас с семьей. Он не хочет делить нас с детьми. Он ревнует за меня. Он хочет, чтобы я лично строила свои взаимоотношения с Ним. Почему? Потому что только это позволит мне проходить все то, что я сегодня прохожу. Ведь когда Иисус пришел на эту землю, Он победил дьявола, но Он не забрал его с этой земли. Он сегодня еще здесь. И до сих пор идет борьба между ангелами света и ангелами тьмы за каждого из нас. До сих пор дьявол пытается Богу доказать, так же, как Он доказывал в отношении Ноя, что мы не выдержим, что мы не выстоим, что Бог, полагаясь на нас, Он сделал ошибку. Но Бог сегодня верит и хочет, чтобы мы стали женщинами, человеками, личностями. Личностями. А когда мы сможем это делать? Только когда мы сможем построить с Ним взаимоотношения. Какая бы ситуация в нашей жизни не происходила, я бегу к Нему, даже если это мелочь. Даже если это может быть, вы думаете, что зря беспокоить Бога. Но Бог хочет этого, с нами взаимоотношений. Аминь. И это поможет нам стоять и ставить, и отражать все раскаленные стрелы лукавого. Он прежде всего хочет сегодня разрушить женщину как Личность. Эти все там слабый, сильный пол, это все то, за что Он хочет ухватиться, чтобы разрушить нас как Личность, с которой Бог создал сильной. Он создал по образу Своему и подобию. Он желает, чтобы Его образ отражался через нас, в нашей повседневной жизни, в отношении любой ситуации, чтобы мы никогда не оправдывались, применяя какие-то неправильные принципы. Аминь. Поэтому прежде всего Бог создал нас для чего? Он создал нас для себя, для общения с собой. Аминь. Мужчину и женщину сотворил и поместил в Эдемский сад, чтобы мы что делали? Искали Его лицо, чтобы мы задавали Ему вопросы. Господь, как же мне возделывать этот сад? Аминь. Что ты хочешь? Потому что я уверена, что у них было много вопросов. Конечно. Аминь. То есть я думаю, что они понимали, что глядя на эту землю, которую нужно возделать, много вопросов. Просто были ли они настолько открыты перед Богом, чтобы искать Его лицо и задавать Ему вопросы? Смотрите, Бог создал нас Личностями. И это подтверждает тот факт, что Бог, зная, что дьявол был на земле, Он не сказал, Он не предупредил человека тогда. Да? Он не сказал, что здесь есть лукавый, здесь есть дьявол, берегись его. Нет, Он понимал, что тот хитрее всех. И Он сделает всё, чтобы человека обмануть. И поэтому Бог что сделал? Так как Он нас сотворил Личностями, то Он что поставил посреди рая? Дерево, познание, добра и зла. И Он дал предупреждение, как Личностям, когда тебе, как нормальному Личности, даёт предупреждение, да? Что оттуда ты можешь есть, а оттуда ты не можешь есть. И Бог хотел, и Он создал эту ситуацию. Ну, вы знаете, когда мы думаем, что смотрим, это момент искушения, да, дьявола. Вы что думаете, Бог не знал замыслов дьявола? Вы что думаете, что Он не знал, что Он хочет сделать то, что Он сделал? Он всё знал. Потому что Библия везде говорит, что Бог, Он знает конец от начала. Что мы спим, а Он не спит и не дремлет. Что даже когда Его не было, может быть, присутствие, написано, Он где-то ходил по раю, но с другой стороны, Он же всеобъемлющий. Он же вездесущий. Он всё видит. Мы Его не видим, но Он сейчас знает все мои мысли. Он знает всё. Аминь. Просто то, что там мы читаем, это нам даёт подсказки. Что Он ожидал от человека? Он поставил дерево познания добра и зла. И Он понимал. Он не хотел просто человека, который будет, окей, бояться, да? Вот Он поставил обходить его, а внутри-то вопросы. Знаете, как вот мы детям говорим, это не делай, потому что это грех. И мы не объясняем им, почему. Иногда мы можем не объяснять. И какая задача детей и вообще в семье построить отношения так, чтобы дети не боялись нас. Чтобы они, если они не понимают, мама, я не знаю, почему это грех. Чтобы они пришли ко мне и спросили. Почему это грех? Почему этого не делать? Это то, что Бог хотел изначально в отношениях между мной и им. Он поставил дерево добра, познание добра и зла. Он не поставил их перед фактом. Он мне сказал, вот, Адам и Ева, а здесь есть такой дьявол, ты его берегись. Нет, потому что Бог знал, что человек должен быть, это духовная Личность. Он должен научиться сам принимать решения. Он должен научиться сам прибегать к нему. И я думаю, что почему дьяволу удалось искусить? Потому что на те вопросы, которые были внутри их, они не шли искать ответы у Бога. Если бы у них были ответы на те вопросы, которые дьявол им сказал, они бы не совершили то, что они совершили. И это то, что Бог говорит. Бог будет нас помещать в такие ситуации, где у нас будут вопросы. И Он хочет, чтобы эти вопросы мы приносили к Нему. Чтобы мы не думали, что это решится как-нибудь. Чтобы мы не думали, что смирится, терпится, слюбится. Аминь. Я не понимаю, но я... Да я верю, что это пройдет. Но я верю. Перерастет. Это не должно быть в нашей жизни. Аминь. Мы должны, сталкиваясь с вопросами, приходить к Нему. Мы не должны расти таким образом, чтобы впечатлить нашего Бога. Или думать, что... Ну как я могу? Что Бог обо мне подумает? Что я такой слабый? Что я такой глупый? Мы как-то очень часто боимся прийти к Богу с какими-то, по нашему мнению, глупыми вопросами. Потому что мы хотим всегда быть на высоте. А Бог нас создал такими, чтобы мы, как дети, приходили к Нему. Аминь. Чтобы, столкнувшись с любым вопросом, мы приходили к Нему. Маленький, большой. Аминь. Чтобы мы бежали к Нему. И, к сожалению, этим воспользовался дьявол. Аминь. Но Бог же не остановил это. Для какой-то цели Он это сделал. Потому что Он хочет, чтобы каждый человек... Он хочет показать, что Он создал нас Личностью. И Он хочет, чтобы дьявол тоже убедился, чтобы мы всё-таки созданы по Его образу и подобию. Аминь. Как бы Он сегодня ни старался, чтобы Он сегодня не приносил в наши жизни, Бог ещё верит в нас. Бог ещё хочет, чтобы вот это хорошо. Мы поверили в это. И начали разрушать наше брание против крови и плоти. Но сражаться с тем, который пытается разрушить нашу жизнь. Аминь. То есть Бог создал нас для себя. Вы знаете, Он будет проводить нас через разные ситуации. Очень важно, чтобы в этот момент мы понимали, что Я Личность. И чтобы мы задавали Ему вопросы. Господь, почему Ты проводишь меня через это? Мы живём в мире отношений, взаимоотношений. Взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с семьёй, взаимоотношения с детьми, взаимоотношения с соседями. То есть всегда есть две стороны.